Рассказ Михаила Зощенко «Закрывайте двери» Вечер. Мы пьем молоко и ложимся спать. Я подхожу к окну. За окном темно. Так темно, что даже не видно клумбу с цветами. Я всматриваюсь в окно. В комнате веселятся мои сестры. Они хохочут, бросаются подушками. Одна из подушек летит в меня. Я сердито отбрасываю ее в сторону. Совершенно неподходящее время для таких шуток. Желая мне досадить, Лёля говорит. Сегодня непременно придут воры. Так и знай. Положим, если закрыть двери, они не придут. Я кричу взрослым, которые сидят на балконе. Не забудьте закрыть двери. Мама появляется в дверях. Что случилось? спрашивает она. Нет, ничего не случилось, говорю я. Но Лёля думает, что сегодня придут воры. Мама целует нас и, улыбаясь, уходит. Я лежу, закрывшись головой одеялом. В доме уже тихо. Все спят. Но мне не спится. Двери, конечно, закрыты. Я сам слышал, как щелкнул крючок. Но закрыты ли окна? Я встаю с постели, подхожу к окну, пробую крючок. Закрыто. Может быть, в той комнате забыли закрыть окно? Осторожно ступая, я иду в соседнюю комнату. Ощупью нахожу крючок на окне. Вдруг что-то со звоном и треском падает на пол. Я слышу испуганный голос мамы. Что? Кто там воры? Где? Где воры? Кричу я матери. В доме переполох. Все прибегают. Зажигают лампу. На полу лежит разбитая банка с светами. Мать успокаивает меня. И я снова ложусь в постель. Закрываюсь головой одеялом.